все-таки хоть и пятерка идет в основном по степным участкам как говорится но есть здесь и красивые места посмотрите какой здесь сказочный лес мы идем как будто тоннелем гора здесь да я бы сказал крутая написано 5 процентов было ой 5 до 5 процентов на протяжении двух километров 200 метров на спуск то это ладно но на подъем то хорошо вот посыпано тоже прошла к дм к и две полосы тоже удобно чтобы можно было обойти спокойно тихо идущий транспорт речка шунгут и я хочу сказать здесь вот столько вообще камер чтобы полихачить здесь не удастся а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, посмотрите сейчас, какая у нас интересная картинка складывается со спутника. Мы сейчас будем пересекать Оренбургскую область. Видите, она таким небольшим карманом выходит. Потом небольшой участок пройдем и в районе Павлов мы будем уже въезжать в Республику Татарстан. И уже в районе поселка Октябрьский начнется уже территория Башкирии. И интересное такое пересечение часовых поясов. Значит, Самарская область у нас сейчас на час впереди. По сравнению с московским. Потом Оренбургская. Вот Оренбургская не буду врать. Дальше у нас Татарстан. Опять сравняется с московским время. И Башкирия. Башкирия у нас время улетит на два часа вперед. Вот так вот на таком небольшом участке будет столько раз у нас пересекаться граница. Друзья, проходим мы 1191 километр. И где-то здесь уже рядышком. Где-то рядом мы сейчас будем уже пересекать границу Соренбургской области. Да, интернет у меня завис. Завис прямо на границе. Где-то должна быть сейчас стела. Стела, на которой указано начало Оренбургской области. Проходим мы поворот на Старый Усманово. Счастливого пути нам пишут. Значит, вот здесь как раз у нас и должна начаться Оренбургская области. Просто конец района написали. Я помню, что должна быть стела. Речка Усмановка. Слышите, ребят, мы проехали по мосту. И теперь у нас спальник не звенит. Или не дребезжит. Да, вот она. Стела. Оренбургская область. Северный район. Все, мы уже в другой области. И пошел снежок. Он, конечно, был небольшой. Но сейчас он уже такой мелкий, но густой идет. Да, я засомневался по поводу времени. Но здесь похоже тоже такой же, как в Самарской области. Потому что навигатор, я смотрю, не перевел. Время 10.45 по местному. Хотя по Москве у нас 9.45. Да, дорога действительно стала скользкой. И у нас кто-то забригадирил впереди. Потому что идет небольшая колонна у нас собралась. Но я вижу, что КДМки все равно проходили, посыпали. Так что город они должны быть проблематичны. Главное держать дистанцию. А то в прошлый раз Димитровграде я пошел и коллега взял и вышел передо мной. Сам не успел разогнаться. Мало того, легковая помешала. И я за ним встрел. И вот, чтобы здесь избежать этой ситуации, надо держаться друг от друга подальше. Друзья, прошла информация, что в районе перекрестка Северная. Северная. Что там ГТП? За Северным. Сказали машинку улетела сильно. Болеец. Ну не страшно. Это Болеец. Или улетят или застребят. Брадис, ну не просто так. Главное проскочить везде все нормально. Тамара упал. Это наказание какое-то. Велик и богат русский язык, без связки слов, но никак не получается у людей просто поговорить. И опять же начинают, как говорится, кого-то винить, кто-то улетел, да мало ли каких ситуаций на дороге. Вот легковая обгоняет, раз, подрезал и ушел парень, чтобы избежать трупов. Ну, сколько людей, как говорят, столько и мнений. Да, но складывается так, что раз нет встречки, скорее всего, трассу все-таки перекрыли, и сейчас будут ее вытаскивать, наверное, краном. До этого нас как раз коллега предупреждал, шел навстречу, что, скорее всего, сейчас перекроют, потому что человека надо выручать из беды. Но раз кран или придет, если просто эвакуатор, все равно будут перекрывать дорогу, надо его на жесткий асфальт вытаскивать из снежного плена. Нет, идет еще пока встречка, и что-то молчат, ребята, надо спросить. Друзья, дошли мы до поста, точнее, наверное, до бывшего поста ГАИ, хотя нет, да, заколочены окна. Это у нас поворот на Соколовку, на Северное, на Бугуруслан. И говорят, что через 5-6 километров у нас коллега ушел в кувет, но пока движение не перекрыли. Пока идет, но тем не менее погодка портится. Снег то гуще пойдет, то стихнет, но на дороге мыло. На дороге мыло, хоть и посыпано, но уже скользковато стало. Да, дорога стала скользкой, и впереди ребята страхуются. Кто-то идет 70 километров в час, а кто-то и 60. Сейчас ребята впереди обойдут, и надо, как говорится, немножко прибавить шаг. Понимаю, торопиться некуда, но ехать с такой скоростью тоже как-то заснуть можно. Уж больно, уж больно медленно, я не знаю, по городу только с такой скоростью ездить. Да, вот в горку-то, конечно, надо бы разогнаться. В горку надо бы разогнаться, река Сок у нас. Блин, а здесь уже сплошная пошла. Е-мое. Вот так. Разогнали в горку. Ну, благо льда-то нету. Ну, и как-то вот тоже коллег не понимаю. Вот он идет на паровозе, да, тяжелый. Ну, так ты в гору-то разгони немножко. 50... 50 километров в час. Ни кочек, ни ям. Ну, и мы, конечно, сели на 10-ю передачу. А здесь ведь всего лишь одна полоса на подъем, да. И издалека оказалось две. Так, нет, здесь одна полоса, но хотя бы есть прерывистая, чтобы можно было обойти. Попробую в гору я его обойти. Да, встречка далеко. А вот теперь можно и на повышенную переключиться. Придержал я ее специально на ручном режиме, чтобы она не переключалась. А то бывает, уже почти обходишь, и вдруг, бац, она на повышенную переключается, и ты просто садишься. Ай-яй, и на самой верхушке мы начинаем шлифовать. Ну, все, слава богу, гора закончилась. 5-6 километров мы уже прошли. Но я пока не вижу аварийной машинки, которая в Кувет ушла. Прошли мы 1214 километра, и горки здесь становятся все круче и круче. Да, здесь нужен разгон. Иначе можно просто прилипнуть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пробуксовываем. Да, и посмотрите, какие у нас здесь барханы с правой стороны. Прям уровень с машины. Вот здесь уж пометет, так пометет, не дай бог. Попасть здесь, в гору встать. Задует прям с крышей. Поворот на Черновку. 4,4 километра. Ад. Тут у нас еще газоперекачивающая станция. И уже скоро мы должны с вами увидеть, что же там случилось впереди. Да, дорожку у нас здесь пропилили этим роторной снегоуборочной машиной. сделали такую стену снежную. А тут еще и ямищи такие. Успевай только. А, вот коллега-то, да. Вот он у нас ушел, значит, шел на Уфу, скорее всего, потому что что-то навстречу. А может, и с той стороны шел-то занесло. Да, неприятная картина. Но не перевернулся. А тут встать-то где? Йохо-яй. Задавило кабину. И вот идет как раз машина ДПС. Что-то непонятно. Вроде в кабинете не было никого. А здесь пятерку только вот такими роторными снегоуборщиками убирают. Иначе снег сгребать вообще некуда. Здесь просто тоннели рубят. Смотрите. И вдобавок еще и скользко. Снегу натащил он за руку. Хозяй тут у нас на встречке аварийка стоит. Ладно, хоть разъехаться есть куда. Далеко-то тоже нельзя. Как бы не закусило в правую сторону. Да, да. Эта погода вообще начинает ухудшаться. И надо поторопиться. Потому что как бы где трасса не встала. Мне уже знакома ситуация. Как только дорога скользкая, не дай бог, где-то на подъеме пустой завистнет. И все. И движение встало. Но торопиться надо тоже с умом. без фанатизма. Так, у нас впереди дорожные работы. Стоят у нас регулировщики. Здесь заливает асфальт. Заливает асфальт будроном. Да, смотрите. Так, а здесь у нас Бавлинский район. Это уже у нас пошла республика Татарстан. ехая и скопилось, ребята. Всех пускают на подъем, естественно, чтобы не застряли. А на спуск всех остановили. Так, это у нас сейчас скажу 1200 за столбик доеду. Да, в такую погоду заливать ямы. Здесь вот тоже немаленькие. Да, в республике Татарстан пошла у нас не очень хорошая дорога. Это мягко сказано. Знаете, как подразбило здесь все. Так. И главное ведь разгон нужен в горку. А тут разгонись попробовать такие ямища. Да, это 1258 и значит назад получается 1257 километр. А началось то еще наверное километра три уже до этого 1254 значит где-то. полный полный самар самар аккуратно. Да, участочек, но почему-то мы уже в Татарстане а время все равно на время время все равно не переводится. По Москве 1044 показывает 1143 значит спутник еще никак не перестроится. А может на этом участке он и не будет перестраиваться Потому что буквально еще через несколько десятков километров И уже пойдет у нас Башкирия Хотя время сейчас показывает Самарское А вот уже и колечко, про которое я вам говорил Это на Бавлы Что-то здесь Камазик, я думал, у него прицеп слетел А он что-то решил так задом что-ли съехать, точно смотрите Это явно он не передом крался Здесь горки нет, чтобы скатиться Это движение задним ходом, явно видно Так, до Бавлов 5 километров Так, здесь у нас М5 считается главной Федеральная трасса пересекается с региональной, все правильно И вот они Бавлы Сейчас у нас будет здесь Александрова гора А мы-то пойдем на спуск А вот на подъем в эту гору Даже летом, помню, во время дождя Уже шли в пустыне с пробуксовкой До того у нее крутой подъем Но я надеюсь, движение идет со стороны Уфы на Самару Значит, гора идет и стоит Сложный участок, надо его проходить Потому что может все что угодно тут на этой горе случиться А здесь у нас стоянки Кстати, большая асфальтированная стоянка Здесь слева я смотрю И Я вспоминаю, я на ней стоял Да, от нее тут буквально До спуска осталось Ну, каких-то 3 километра, наверное Я смотрю По впереди идущим Да, у нас уже колонна целая собралась Из-за того, что скользко Никто уже никуда не гонит Все идут спокойным шагом Да, сейчас главное здесь спуститься А потом в Октябрьском подняться Там тоже горка такая С двумя поворотами получается Но да, поположе Весь вопрос в том В каком у нас состоянии Здесь вот это что-то вообще смотрю Не посыпано Может хоть гора Весь песок на гору израсходовали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok